МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите выпуски. Газ пошел. В поселке Вентай завершена реконструкция газопровода. Мечтал о небе, но взлетел до звезд. Рекордсмен Гиннесса, космонавт Юрий Романенко, приехал к студентам Аэрокосмического университета. Наследие эмигранта. В Самаре впервые проходит выставка картин Арнольда Лоховского. Сегодня в поселке Вентай после масштабной реконструкции заработала первая очередь газопровода. От него получают газ все дома и предприятия северной части Самары и ее пригородов. 24 километра труб перекладывали в течение года практически круглосуточно. При этом работа самой сети не останавливалась ни на минуту. На торжественном пуске вместе с первыми лицами области и города побывала Марина Матвейшина. Три, два, один. Пуск! Поздравляем! Обновленный газопровод Вентай-Самара запущен. Первые лица области и города включили газ. Топливо пошло по трубе, о чем сразу сообщили манометры. Мы увидели на манометре, который установлен после этого крана, как давление достигло рабочего давления в газопроводе. То есть это говорит о том, что труба заполнилась. 24 километра новых труб от Самары до Новосемейкина – это половина газопровода Самары-Вентай. Обновленная газовая ветка обеспечит стопроцентную надежность. Газ в дома будет поступать без перебоев. Пропускная способность трубы увеличилась в четыре раза. Срок эксплуатации нового газопровода минимум 40 лет. Работы велись практически круглосуточно в течение этого года. И газоснабжение ни разу по действующему газопроводу ни разу не остановилось. Старая труба прослужила 60 лет. Срок службы давно вышел. Потому замена газопровода была жизненно необходима, отметил глава администрации Олег Фурсов. Это один из трех основных газопроводов Самары. Именно по нему тепло приходят дома управленческого, Красной Глинки, Царевщина, Курумыча и Старосемейкина. Развитие газификации региона остается важнейшей задачей, подчеркнул губернатор. Без газа ни промышленности развивается, ни условия жизни, комфортность жизни повышать не можем. Это ключевой вопрос для любого города, не только города, а любого даже маленького сегодня поселения. Это важнейшее составляющее комфортности жизни людей. Сейчас рабочие приступают к реконструкции второй очереди газопровода «Вентай-Самара». На его пути есть множество преград – автомагистрали М5 и железнодорожные пути. К тому же газовая ветка проходит по холмистой местности и под реками Сок и Курумыч. Тем не менее, строительство второй очереди газопровода планируют закончить в начале следующего года. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Перемены ждут и в советском районе Самары. Здесь, вслед за домом культуры «Заря», восстановят и одноименный стадион, который долгие годы был в запустении. Об этом горожане узнали на встрече с главой региона, подробности которой знает наш корреспондент. В сияющий дом культуры «Заря», совсем недавно открытый после масштабного ремонта, жители советского района идут с немалой долей воодушевления. Таким же красивым, удобным, комфортным должен быть и весь город, уверены самарцы. На встрече с главой региона Николаем Меркушкиным горожане напрямую задают волнующие вопросы. Это благоустройство, переселение из ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт домов, ремонт внутриквартальных дорог, движение общественного транспорта. По улице Дыбенко передвигаться нужно только на личном автомобиле. А как же нам быть простым людям, которые не имеют собственный транспорт? Там даже нет тротуара. В следующем году улицу Дыбенко на участке от советской армии до Авроры ждет капремонт. После здесь делают остановки транспорта и пустят автобусы большей вместимости. Жители отмечают и как преобразился советский район в этом году. Какое-то 70-летие победы нам сделали в парке, красоту какую навели, как там сейчас у нас чисто стало, сколько, убрали все кафе, убрали все пивные. Основной темой обсуждения стала реформа системы местного самоуправления в Самаре. Она завершится после выборов депутатов райсоветов 13 сентября. Впервые за 25 лет в районах появится полноценная, реально работающая местная власть, которая будет ориентирована работой для людей и на основе пожеланий самих жителей. Избираем самый, скажем, близкий к людям уровень власти районный. Вот что уже сейчас было сказано, что мы это делаем первыми в стране. Мы вместе с вами избрали общественные советы, которые будут, общественный совет, еще ближе там к людям в микрорайонах. Благодаря собственному бюджету в каждом районе вопросы благоустройства и ремонта будут решаться гораздо эффективнее и быстрее. А главные депутаты и члены общественных советов будут знать каждого жителя района, буквально в лицо, знать и проблемы, требующие решения. В процесс управления будут включены и жители. Проявить активность и заинтересованность в развитии своего района нужно уже сейчас, чтобы в райсоветы попали люди, своим трудом доказавшие, что смогут работать на благо города. Порядок во дворах и домах – то, что волнует жителей Красноглинского района. Глава администрации провел две встречи с жителями поселков Мехзавод и Красная Глинка. Разговор зашел о самом важном – о будущем поселков, районов и всего города в целом. Подробнее в нашем сюжете. Проезд между улицами Батайской и Жигули. Работа кипит. Завершить ремонт дороги и полную реконструкцию тротуаров рабочие планируют до холодов. Дороги, озеленение, благоустройство дворов. Работы идут по всем фронтам. Поселок Красная Глинка преображается. Позитивные изменения в районе – первые ласточки перемен во всем городе. Именно на это и направлена реформа местного самоуправления. От порядка на местах до порядка во всем городе, объясняет жителям Красной Глинки глава администрации Олег Фурсов. В Самаре формируется новая структура городской власти. Районные администрации получат дополнительные полномочия и большую самостоятельность. У каждого района будет свой собственный бюджет. Значит, сейчас определено два налога, которые составят основу бюджета. Это земельный налог и имущественный налог. У района будет возможность стремиться к тому, чтобы деньги собирать под 100%. То есть постоянно наращивать возможности финансовые для того, чтобы решать те или иные проблемы. Большие надежды на реформу местного самоуправления возлагают и жители поселка Мехзавод. На встрече с главой администрации они заверили – готовы работать вместе на благо города. Красногринский район из окраины города превратить в его прекрасные ворота. На встрече жители смогли и получить ответы от первого лица на волнующие их вопросы. Особенно людей волнует ситуация с муниципальной управляющей компанией. Что это за компания? Кто ее будет возглавлять? Какие у них планы? Олег Фурсов успокоил людей. Их дома переданы муниципальной компании «Универсал быт». Она пришла на смену «Содружество мой дом». Эта контора не смогла подтвердить качество своих услуг и не получила лицензию. Во время встречи с главой администрации работали мобильные приемные. Люди смогли в частном порядке получить ответы на личные вопросы. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, Дмитрий Мешканцов. События. До решающего часа осталось всего три дня. 13 сентября. В свой день рождения Самара сделает выбор. Наши корреспонденты будут на избирательных участках с первых минут их работы до подведения итогов. Чтобы вы первыми узнали, кому доверят горожане отстаивать свои интересы в районных советах депутатов. Факты, аналитика, эксклюзивные комментарии экспертов и прогнозы. Все это в нашем эфирном марафоне «Выбор Самары-2015». Подготовка к зиме в Самаре идет по графику. Теплотрассы ремонтируют и полностью обновляют по всему городу. Сегодня ранним утром работы на пересечении улиц Полевая и Галактионовская принимал первый заместитель главы администрации Владимир Василенко. О том, что было и стало, расскажет Марья Анна Мирная. Теплотрассу на пересечении улиц Галактионовская и Полевая проложили еще в 70-е годы прошлого столетия. Все это время только в случае порывов латали аварийным ремонтом. Где тонко, там рвалось. Жители нередко оставались без горячей воды и тепла. Теперь все это в прошлом. Латать трубы больше не стали. Проложили новые. Данная теплотрасса, которая сейчас отремонтирована и будет проведена приемка выполненных работ, потому что она запитывает теплом многоквартирные дома, 4 дома. И теплом также будет запитан детский сад, который имеет, ну, огромное, конечно, значение в социальном плане. Новые трубы появляются во всех районах Самары. По всему городу перевооружают и ремонтируют теплотрассы. Контроль за ходом работы осуществляют профильные департаменты и районы. Первый заместитель главы администрации Владимир Василенко практически ежедневно приезжает по участкам, где сейчас ведутся работы по подготовке к зиме. Сегодня рабочий штаб посетил самые сложные и проблемные территории. Сложно, потому что здесь объект социальный. Здесь нельзя было ограничивать, сразу, скажем, вычистить канал, убрать все 4 трубы и запустить. И вы видите ограничения, где протаскивали трубу, чтобы въезд во двор, въезд к садику, подъезд, он не был ограничен. Поэтому, ну, сложная сложность, но мы в параллевой ситуации должны в первую очередь думать о людях. По поручению главы администрации Олега Фурсова, вся подготовительная работа к отопительному сезону должна завершиться до конца сентября. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Он никогда не мечтал оказаться в открытом космосе. В молодости месил бетон на стройке. После армии закончил авиационное училище. С этого момента его жизнь круто изменилась. Летчик-космонавт Юрий Романенко сегодня приехал в Самару. О его космической Одиссеи расскажет Сергей Кизоркин. Юрий Романенко родился в семье военного моряка. Мечтал летать, но не рядом со звездами. Судьба распорядилась иначе. После Черниговского авиационного училища в начале 70-х годов прошлого века ему предложил поступить в отряд космонавтов легендарный Герман Титов. На принятие решения дал всего полчаса. Не думал, что космонавты. Секундное какое-то решение. Я думал, рискнул. Ну и не ошибся. На встрече со студентами и сотрудниками Самарского аэрокосмического университета дважды герой Советского Союза Юрий Романенко много рассказывал о своей космической Одиссеи. За плечами три экспедиции. Две из них международные. Четыре выхода в открытый космос. В общей сложности он прожил на орбите 431 день. За это достижение Романенко в 98-м году попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сегодня в Самаре легендарного космонавта наградили знаком почетный выпускник СГАУ. Это чрезвычайно важно и как в целом для выбора своего дальнейшего профессионального развития, так и для того, чтобы ребята увидели, что нужно мечтать и мечты потом притворять в жизнь. Мечтать не обязательно о космосе. Мечтать о каких-то победах, о достижениях. И понимать, что все это дается великим трудом. Прийти на встречу с космонавтом студентов Аэрокоса уговаривать не приходилось. В университете почти каждый мечтает о покорении Вселенной. Если представилась такая возможность, хотелось побывать в космосе. И буду стараться поддерживать свое здоровье, чтобы было, как говорят, хоть прямо сейчас в космос. Если представится возможность, первым делом пойти на подготовку. Сын Юрия Романенко Роман пошел по стопам отца. Уже дважды побывал на орбите. Дважды герой Советского Союза и герой России мечтают когда-нибудь полететь в космос вместе. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. К первому октября в Самаре завершится объединение двух крупных вузов. Самарского государственного и аэрокосмического университетов. Объединение вузов – тенденция в современной системе высшего образования. Какие перспективы и задачи стоят перед студентами нового университета, говорили на праздничной встрече, посвященной началу учебного года. За ними будущее. В начале нового учебного года студенты Самарского госуниверситета и аэрокоса получают стипендии от губернатора за научные работы. Группа перспективных инженеров из ГАУ разработала проект космической платформы, которым заинтересовались в РКЦ «Прогресс». Она будет решать вопросы как военной отрасли, так и гражданской. То есть применительно и к научным, и народно-хозяйственным задачам. Перед этими молодыми людьми стоят серьезные задачи, отметил глава региона. Это и работы над импортозамещением, и разработки в ведущих отраслях экономики. Те задачи, которые стоят перед нашей страной, перед молодым поколением, они просто огромны. Если брать прикладную вещь, то же космос, авиация. И сегодня снова, последние полтора-два года, это стали вопросом номер один для нашей страны. Меньше чем через месяц для студентов двух вузов откроются новые возможности. К первому октября должны быть завершены все юридические процедуры по объединению Госуниверситета и Аэрокоса. Задачу ускорить слияние поставило Министерство образования России. Уже на следующий год объединенный вуз получит повышенное финансирование. Для наших именно коллективов этот год, когда мы создаем, наверное, уникальную для не только Самары, но и для России возможность дальнейшего развития науки, образования, инноваций, производства. Мы видим путь, по которому нам пройти нужно необходимо вместе. Все задачи, которые ставит перед нами и Министерство образования России, и руководство области, мы честью выполним. Объединенный вуз не только будет бороться за звание лучшего в стране. По оценкам зарубежных экспертов, после создания технополиса «Гагарин Центр» он сможет конкурировать на равных с ведущими европейскими и американскими университетами. Но одним из важных условий, чтобы даже в столь престижный вуз приезжали студенты из других регионов и стран, является обстановка в городе. И какой она будет, насколько благоустроенной станет Самара, зависит от активности самих горожан, от их вовлеченности в те позитивные изменения, которые происходят в областной столице. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Социальное обслуживание населения – одно из важнейших направлений в Самаре. У некоторых услуг есть так называемая сезонность. Осенью в МФЦ потянулись шародители школьников. Как оформить справку за 15 минут, расскажет Марьяна Мирная. Софья Новикова – мама двоих детей. В МФЦ приходит каждую осень оформить пособие на питание ребенка. Деньги пусть и небольшие, но для семейного бюджета важно любое подспорье. Мне здесь очень нравится, как обслуживают. Происходят это, собираются документы, со школы справочку, свидетельство о рождении, о браке, паспорт, заявление оформляем в окошке. Через месяц где-то поступают уже свидетельства на счет, на мою карточку, например. Также в МФЦ можно получить и другие социальные услуги. Выпускники образовательных учреждений, являющиеся инвалидами у нас и зарегистрированные в городском округе Самар, хотелось бы напомнить, что до 1 ноября необходимо подать документы, чтобы получить единовременные пособия в размере 10 тысяч. На сегодняшний день многофункциональный центр оказывает 171 государственную и муниципальную услугу. В социальной сфере из них 64. Павел Баймаков, Марианна Мирная, Максим Гусев. События. Продуманная вплоть до мелочей новая детская площадка. Ее получили жители домов на улице Дачной по программе «Двор, в котором мы живем». В этом году программа подходит к концу. Осталось сделать порядка 20 дворов. Как дальше будет решаться вопрос с детскими площадками, выяснил наш корреспондент. Не успели открыть детскую площадку, как ее тут же облюбовала малышня. Ждали с нетерпением. Раньше здесь была только песочница да горка. Теперь целый городок для детей. Все стараниями активных жителей. Площадку они получили по программе «Двор, в котором мы живем». Проект придумывали всем миром. Обсуждали, рисовали, носили свои извинения, дополнения. Выслушивали пожелания с учетом и молодежи, и зрелого возраста, и преклонного возраста. То есть продумать так, чтобы всем было комфортно и уютно. В этой работе, рассказывают жители, им помог общественный совет микрорайона. Вместе изучали технические вопросы, опыт других дворов. Собирали необходимые документы и подписи. Готовая площадка угодила всем. Сделали благоустройство по их эскизам, по их проектам. С учетом всех их пожеланий. Работа шла долго, кропотливо. Несколько раз согласовывали площадки. Каждую лавочку тут прорабатывали. Каждую конструкцию. Вопросы благоустройства площадок, как и многие другие проблемы, будут решаться на уровне микрорайона. Это стало возможным благодаря реформе системы местного самоуправления. В ходе нее появились общественные советы. Следующий шаг – формирование райсоветов. Их состав самарцы определят на выборах 13 сентября. Валерия Макарова, Максим Гусев. События. Черное золото. Нефть долгие годы остается первым природным богатством, которое добывают на территории нашей страны. Выставка, посвященная отрасли, открылась в Экспо-Волге. Нефтедобыча, нефтепереработка, химия – масштабная международная выставка, дающая импульс для развития экономики самарского региона. Самарская область уже 70 лет занимает лидирующие позиции в отрасли. Мы вошли в пятерку крупнейших нефтевающих регионов. И это тоже говорит о том, что в Самарской области нефть есть, нефть выгодно добывать. Ежегодно выставку достижений нефтяной отрасли принимает выставочный комплекс «Экспо-Волга». Главная цель – создать пространство для встречи ведущих российских и зарубежных представителей нефтяного кластера. Сегодня, по факту, эта отрасль движет вперед многое в нашем государстве. И здорово, что Самара в данном случае выглядит как одним из точек концентрации этого кластера. 10 и 11 сентября можно ознакомиться с новинками и наладить партнерские связи с самыми успешными компаниями в отрасли. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Тени, яркие пейзажи и невероятные цвета. Живопись словно фотография. Наследие художника-эмигранта Арнольда Лоховского прибыло в Самару в галерею «Виктория». Это первая в России выставка его картин, собранная из частных коллекций. Здесь нет отражения шальной эпохи революции и душевных терзаний российской интеллигенции. В работах Арнольда Лоховского, созданных на родине и в эмиграции, практически нет людей. Только умиротворение, родные пейзажи и узкие европейские улочки. На переднем плане простор, чтобы ничего не мешало созерцать. Автор называет это местом для зрителя, чтобы вы могли вступить в картину. Оно не занято ни людьми, ни предметами. Это абсолютно пустое пространство. Это может быть река или улица. Совершенно неважно. И уже потом в перспективу уходят дома или деревья. Самым ранним картинам на выставке «Наследие эмигранта» более ста лет. Некоторые словно кадры фотопленки. Реализм Лоховского приправлены лучшими веяниями искусств 20 века. Во многих работах видны абсолютно импрессионистские такие решения. В частности, дети на солнышке. Очень просто красиво. На нее сегодня, когда я сюда днем заходил, на нее падали как раз лучи солнца. Это было феерично. В его работах всегда свет. В его работах всегда красота. Потому что он, в общем-то, можно так сказать, что он искренне любил то, что писал. Свет проникает на полотно живописца через арку или в окно мастерской. Виды городов и сельские пейзажи завораживают. Выставка «Наследие иммигранта» пробудет в галерее «Виктория» до 29 сентября. Алина Чемерис, Павел Пресняков. События. Финальную серию снимков для нашего конкурса «Самара-429» возглавляет работа Марии Кузнецовой. Она пишет, что город с такой великолепной архитектурой просто невозможно не любить. А еще в Самаре прекрасные закаты. Желаем удачи, Марии. Лучших авторов, приславших работы на конкурс нашего телеканала, мы назовем уже завтра. А 13 сентября в 12.30 приглашаем победителей, зрителей и участников на Некрасовский спуск на главную площадку фестиваля «Старт». Ведущие телеканала «Самара-гист» поздравят участников, вручат призы и подарят отличное настроение. Увидимся на празднике. Нам требуются профессиональные журналисты и телеведущие. Присылайте свои резюме на наш почтовый ящик. А теперь время новостей спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Самарский суд отклонил ИСК экс-главы Федерации легкой атлетики к авторам фильма о допинге. Анастасия Павлюченкова проиграла открытый чемпионат США. Волейбольная «Нова» выиграла «Автомобилист». Во втором матче Кубка Победы волейболисты «Нова» переиграли «Автомобилист». Счет по партиям 3-2. Первый отрезок «Новокуйбышевцы» проиграли, затем дважды брали верх над соперником. Но «Автомобилисты» счет сравняли. Исход матча решил укороченный сет. «Нова» была беспощадна к сопернику 15-9. Заслуженная победа команды из «Новокуйбышевска». Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Алла Кудрявцева проиграли в четвертьфинале парного турнира открытого чемпионата США. Австралийско-казахскому дуэту Кэсси де Ляква Ярослава Шведова. 2-6, 6-2, 3-6. Самарчанка кроме титула проиграла еще 250 тысяч долларов. До парного турнира Павлюченкова не смогла победить в одиночном разряде. Она вылетела из сетки уже после второй игры. Более удачной оказалась эстонка Аннет Кантовейт. Кировский районный суд Самары оставил без удовлетворения иск бывшего президента Всероссийской Федерации Легкой Атлетики о защите репутации к авторам фильма немецкой телекомпании АРД. В частности, к журналисту Хайо Зеппельту. В декабре прошлого года по телевидению показали документальный фильм, в котором сообщалось о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. Руководство Федерации назвали фильм провокацией, направленной на подрыв российского спорта. АРД официально отказалась предоставить нередактированные видео и аудиозаписи. Всего доброго, до встречи.